Уникальный движущийся экран, зоны с виртуальной реальностью, робот-ягоза, зал для лекций и концертов и другие интерактивные и развлекательные зоны. Все это вместила выставка «Самара», что открылась в музее Лабина. А чтобы знакомство с экспозицией прошло успешнее, начать свой путь лучше с информационного стенда «Ладья», где экскурсоводы расскажут о множестве возможностей выставочной композиции, где можно не только узнать много нового, но и выиграть призы. На наших прекрасных тач-панелях можно зарегистрироваться во викторине, и в выходные будет произведен розыгрыш призов. Можно выиграть различные сертификаты, путевки, поездки. Пожалуйста, пригодите, будем вас ждать. На выставке также представлены и все муниципальные образования области. На стендах коротко рассказывают об истории городов и районов, а также знакомят с достижениями и главными отличительными чертами. Такие вещи каждый житель Самары должен посмотреть, и не только Самары. Мы вот самарчане сами не знаем про наш регион, про наш город, такой, какой он есть на самом деле. А Самара обалденная. Вот она как бы была кубическая, она всегда остается, всегда у самой лучшей новинки, всегда у нас. Провести выставку «Самара» – идея губернатора Вячеслава Федорищева. Она является продолжением выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Там самарский стенд тоже был представлен, но не все жители региона смогли посмотреть его в столице страны. Также площадка станет важной частью для знакомства с регионом для различных делегаций. И здесь смогут заключать партнерские соглашения. Безусловно, мы будем насыщать программу выставки, в том числе и насыщать с точки зрения активности муниципальных образований с инвесторами, для того, чтобы здесь подписывались важные соглашения. Ну и, конечно же, регион в том числе будет использовать эту площадку для того, чтобы визит гостей, которые будут осуществляться в регион, мы будем предлагать эту выставку посещению, в том числе для подписания соглашения о социально-экономическом и культурном сотрудничестве с предприятиями, либо же с другими регионами. Также на выставке регулярно будут проходить Дни городов и районов региона, когда мероприятия будут посвящены конкретному муниципальному образованию. Самара стала первым городом, который проводит Дни на выставочной площадке. Планируется, что экспозиция будет открыта до конца января. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.